Налетел на пинь. Я его со злости покрошил в такую труху. Блядь, как это делать правильно. Повезет нам или не повезет. Друзья, привет! Со мной сегодня случилась курьезная ситуация. Налетел своей газонокосилкой на пинь. Ее сразу же заклинило. Я перевернул, снял нож. Ножик немножко погнулся. Вот он, я его погрел. Постарался выправить, но до конца у меня это не получилось. Сейчас он каленый. Буду ставить в таком виде. Посмотрю, будет вибрировать или нет. Вот шпонки не здесь, не здесь не срезала. Видите, вон она цела. Это плохо, потому что двигатель мог пострадать. Двигатель заводится, но заводится плохо. Сейчас я заведу, дам вам послушать. А вы мне скажите, что это. Вот, ребята, видите, как он работает? Немножко вибрирует, подстраивает. Я посмотрел, вал крутится ровно. Вал вроде бы не погнулся. А что это такое, я не знаю. Если кто-то может дать совет, буду благодарен. Вот такой вот у меня казус произошел с газонокосилкой. Сейчас соберу, начну работать. Посмотрю, как будет, ровно или нет. Ребят, нож был погнут достаточно сильно. Поэтому что я делал? Я вот таким вот образом на месте... Сейчас я вам покажу, где это. Вот на месте изгиба зажимал в тиски. Вот, смотрите, ребят, видите? Вот он, изгиб. Вот он. Его прям видно. Попробую сейчас в тисках его зажать. Потому что если мы смотрим с этой стороны, здесь более-менее ровно. Если, конечно, я такой нож поставлю, у меня будет вибрация. Вот она, корявина. Сейчас буду ее выправлять. Даже не знаю, что с этим делать. Очень сильно опиткать не хочется. Оно, судя по всему, качественно, каленое. Где я его погнула. Ну вот, смотрите, друзья, видите? Когда я зажимаю в тиски, сразу становится видно, как он погнут. Со всех сторон угудения, все сегодня траву кучу. Потому что погода дождливая, и она достаточно неплохо выросла. Я, пожалуй, сразу воспользуюсь ситуацией и заточу кромку, потому что она у меня не такая острая, как хотелось бы. Вот, как она выглядит сейчас, посмотрите. Видите? А, сейчас я возьму болгарку и поправлю. Возьму заточной круг. Сирен затягиваем. Немножечко устойчивее. Поправим под пудру. Так, ребята, смотрите, что получилось. Смотрите, что получилось. Видите, совершенно другое дело. Ее не надо точить, как ножик, но кромочка стала остро. Сейчас заточу вторую сторону и буду ставить. Давайте нашу газонокосилку переворачивать. Обратите внимание, чтобы было мало топлива. Внутри у меня его совсем чуть-чуть. А то иначе оно будет выливаться. У вас тут все будет в бензине. Видите, я сегодня косил. У меня грязная газонокосилка. Сейчас я заодно ее почищу от травы. Что я еще заметил, ребят, когда я перевернул газонокосилку в первый раз, вот эта вот штука у меня почти соскочила. С вала. Не знаю, хорошо это или плохо. Сейчас я буду ставить ее на место. Так, оделась она достаточно легко. Как будто бы здесь и была. Теперь давайте ставить нож на место. Что я вам еще хочу сказать. Вот я сейчас поставлю нож. Если вы в такой же ситуации окажетесь, не надо пытаться сразу ее заводить. Потому что я прочитал в интернете, почему-то ей надо дать постоять. То ли масло там куда-то попадает, то ли свечу заливает. Другими словами, не торопитесь. Дайте несколько минут ей постоять. Не думаю, что стоит затягивать газонокосилку со всей силы. Но достаточно крепко, чтобы болт не потерялся. Все. Все я завернул, на место поставил. Давайте посмотрим. Нигде ничего не цепляет. Конечно, по-разному у меня ходят ножи. Вот этот, видите, почти трех. Я его сейчас буду пытаться отогнуть. Вряд ли так это делать правильно. Да, я уже вижу, что нож надо снимать. Надо вправить его. Так не пойдет. Метод грубой мужской силы. Добился того, чтобы у нас не цеплял нож. Поэтому ставлю все это на место. Только бы мне повезло. Только бы газонокосилка продолжала работать. Не знаю, как оно произойдет, что будет. Я, конечно, очень сильно расстроился. Но ничего непоправимого нет. Надеюсь, что все будет хорошо. Так, ну что, переворачиваем. Потеков масла нигде нет. Потеков бензина нет. Жду. И минут через 5-7 буду запускать. Вот, ребята, вот здесь был... Вот он, вот здесь вот был тот пень, на который я наехал. Я его со злости покрошил. Вот такую труху. Никогда не оставляйте пни на участках. Тем более там, где вы косите. Ну что, друзья, повезет нам или не повезет? Заведется или не заведется? Пробуем. Хочем. Как вы видите, по состоянию моего газона косилку я починил. Это меня очень сильно радует. Это означает, что она будет работать дальше. Как аккуратно. Практически английский газон. Дождик, к сожалению, помешал мне полностью навести порядок на всем участке. Уже вечер. Поэтому я разжег вот такой костерок. Сейчас он прогорит. И на этом костерке я буду жарить шашлык. Хорошее окончание дня. Если вам нравятся мои истории, если вам нравится смотреть мои ролики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. А я буду на них отвечать. Будем общаться дальше. Будем дружить домой. До встречи, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok